и снова здравствуйте дорогие друзья я продолжаю наш разбор подвал ваших натальных карт да вот вот то что я делаю я не знаю я надеюсь я вас не утомляю вот таким подробным описанием но на каждой консультации вот я делаю даже больше для вот каждого из вас потому что ну как бы есть вопросы да и эти вопросы нужно нужно разбирать подробно ну чтобы человек понимал куда ему идти и вот это прям очень четко нам подсказывает во-первых натальная карта во вторых транзиты и это все вы можете сами научиться сделать и вот с помощью курса до либо ко мне на консультацию я точно такое же видео делаю на консультации вам подробно все описываю и вы ну как бы вот после того как я провожу консультацию люди становятся астрологами как ни странно даже такая интересная тенденция но я рада что вы с помощью вот этих разборов вы работаете над собой это 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 в общем то главная задача нашего ну вот наших жизней да да в общем давайте переходим к следующему подписчику подписчицы следующее значит в чем вопрос да значит родилась она 5 мая 97 года в минске и вопрос такой сейчас работаю веб-дизайнером работы стало мало да и платят не очень для польши попробовала искать новую работу получила либо игнор либо отказы сильно расстроилась из-за этого конкуренция сейчас просто огромная на одну вакансию 100 откликов минимум я теряю веру опускаются руки кажется что все лучше ада окажется все лучше может быть ну не знаю в общем поняли да вопрос давайте посмотрим что у нас натальная карта сначала до по минску мы видим что во-первых асцендент в раке во вторых вот прямо на куспиде находится белая луна то есть ваша вот ваш талант он как раз он пришел из прошлых ваших наработок во первых да у вас у вас действительно очень хороший талант в творчестве рак это как раз очень творческая эмоциональная такая стихия да ну вот знак вернее но и стихия тоже да вот про эмоции вы им под просто в кубе в квадрате в абсолюте и вот это я уверена что вы выносите свое творчество но то есть вы эмоционально талантливы и в этом ваша сила а дальше много планет в одиннадцатом доме вот прям концентрация планет в одиннадцатом доме здесь я сразу могу вот знаете мы можем я вам это скажу и мы можем расходиться потому что ваша сила в том чтобы выходить к людям опять я ту же самую рекомендацию даю но у вас как раз вот блогерская деятельность просто пищит по вам понимаете вам не надо проситься на работу вам не надо этого делать вам надо развивать вот именно свои соцсети находить друзей вокруг и вот эти друзья вас реально продвинут вы знаете тут и ольга бузова отдыхает в этом смысле понимаете вы вам достаточно выкладывать свои работы вот на всеобщее обозрение и здесь у вас смотрите вот со стороны вы можете находить себе тех людей которые будут вас продвигать вперед за счет того что вы просто им будете вот показывать свое творчество понимаете вот от этой самой от вашего вот таланта до идет вот прекрасный аспект на ваше солнышко то есть вы продвинетесь намного больше если вы не будете проситься на работу кому-то или там что-то там не знаю клянчить ваша задача выходить к людям и не бояться этого но у вас есть огромный страх этого всего потому что смотрите от восьмого дом ну ладно давайте идем дальше и вот я набросала схему сейчас меня попрет и я отклонюсь на но смотрите лилит находится у нас в третьем доме а и как раз это говорит о том что вы вам сложно общаться близко друг ну вот с какими-то людьми да вот эти самые работодатели с которыми вы выходите на контакт да вот это общение здесь и сейчас да вот один на один при этом общении вам не хватает энергии вам не хватает аргумента вам очень сложно на себя продать понимаете вам сложно и вам не надо себя продавать вам не надо вот именно вот так вот про себя продавать поэтому вам идут отказы поэтому и от смотрите у вас от этой лилит идет негативный квадрат на ваш плутон плутон находится действительно в шестом доме это дом работы да вы у вас необыкновенная трудоспособность да но когда вы эту трудоспособность начинаете продавать вы терпите всегда неудачу ну вот такая вот история поэтому это не ваш путь просто забейте на это либо либо прокачивайте свои навыки продавца но опять таки все равно когда вы начнете прокачивать навыки продавца вы все равно придете вот к этому понимаете вот здесь ваша сила вот это вот ваши подписчики ваши люди которые знакомы с вашим творчеством они готовы вас продвигать понимаете познакомьте просто всех со своим творчеством выходите в люди не бойтесь этого вот в этом ваша опять-таки повторяю дальше плутон в шестом доме это трудолюбие но работа впустую потому что когда вы выходите на продажи здесь все заворачивается дальше выход какой не бояться трансформации через восьмой дом в восьмом доме у вас находятся трансурановые планеты то есть ваша оригинальность и ваше творчество да вот это мощное творчество которое вас может продвинуть вперед они находятся на трансформации вам необходимо не бояться не бояться вот этой самой трансформации понимаете вы должны смело идти на амбразуру досудят да будет хейт кстати будет будет идти трансформация потому что у вас на эти на эти планеты идет как позитивный аспект со стороны вашего трудолюбия да вот вы не обыкновенно трудолюбивый вы можете горы сворачивать за счет своего трудолюбия но со стороны вот получается вот тех же самых подписчиков на которых вы выйдете да со стороны с их стороны пойдет хейт сначала вот эти ваши оригинальные идеи и ваше творчество которое вы начнете выкладывать будет негативная отдача сначала но но вот это негатив вот когда вы научитесь в себе это прорабатывать когда вы позволите этим хейтером вас хейтить уничтожать но они же вам и ну как вот этот этот назвал так называемый черный пиар а они вас поднимут наверх понимаете поэтому вперед не бойтесь вот самое страшное что вы чего вы боитесь смело идите на это идите вот прям вот какие-то провокации да делайте вот вот все что угодно делайте но вы должны выходить наверх потому что у вас все планеты наверху вам не надо в кулуарах себя продавать вам надо выходить наверх вам становиться надо личностью вам вам надо продвигать свое имя именно в этом ваше счастье идем дальше значит и обратите внимание так у вас предназначение вот она она находится в четвертом доме здесь я подхожу к тому что вы переехали но это наверное все таки зря потому что ваше предназначение в том чтобы создавать свой свою семью либо поддерживать ту семью из которой вы вышли либо поддерживать корни либо вот свою землю где вы появились вам надо как-то продвигать через свое творчество вот что-то вам нужно потому что вот ваше ваше предназначение как раз в том чтобы ну вот как раз вот та пословица помните где родился там и пригодился вот ваша задача как раз вот вот в этом как ни странно как ним не горько мне это вам говорить да и я знаю сейчас в белоруссии намного хуже чем в россии даже вот по политическим соображениям да и хотя я не знаю где хуже но я понимаю что везде плохо но вам как раз вот ваша сила в том ну и ваше предназначение но обычно знаете как вот когда узел находится в каком-то доме то как правило человека ну вот как-то не тянет туда потому что у него здесь мало наработок а ему как раз нужно наработать вот эту энергетику да и вот туда пойти ваше предназначение в том чтобы либо создать свой вот этот вот свой род что называется да либо прийти к этому роду и его продвигать до ваш рот ну вы родились именно вот там поэтому если вы вернетесь на родину то как минимум первое вам не придется платить арендную плату где-то до на плюс вот эти все юридические вопросы которые вам приходится решать вот я сейчас в турции например столкнулась с тем что чтобы остаться в турции мне надо заплатить за год больше трех тысяч долларов да есть много разных стран где это будет дешевле да поэтому я рассматриваю вариант переезда так вот и у вас в вашем случае явно но учитывая вот это все до судьба вот так вот складывается что вам неудобно жить в другой стране потому что это большие расходы вам необходимо вернуться к себе на родину и оттуда начинать блогерскую деятельность показывать вот людям какая вы талантливая не бояться этого самого хейта и поверьте мне вот там у вас пойдет все нормально потому что вы ну получается вернет пойдете к своему предназначению ваше предназначение как раз быть на родине укреплять корни семью в творчестве отражать корни но либо если совсем не хочется возвращаться в творчестве оба обязательно обозначать что вы вот именно оттуда да вот ваши корни должны сквозить ваши вы должны культивировать свою родину через свое творчество вот такая вот история но вот видите на узел хорошие аспекты да вот со стороны вашего творчества со стороны венеры то есть вот эта творческая составляющая она как раз имеет корн не имеет корни это не про корни это то куда она должна быть направлена вот все ваше творчество должно быть направлено на родину вот такая вот история дальше по варшаве что у нас меняется ну вот здесь ваши ваш талант немножечко отходит в сторону и ну вот лилит более распоясывается в этом всем да ну не то что распоясывается но он прям актив но он продолжает вот эта сложность с продажами она продолжается до сюда попадает марс в общем то это неплохо что а ну подождите он на куспиде 4 марс это активность ваша она в общем то ну вот ваше творчество вы вы активно стараетесь продавать но значит что белая луна у нас прячется в 12 то есть вы теряете веру в себя вы вот тот талант который в вас есть он сто процентов есть вы его немножечко прячете и боитесь его показывать да вот как-то неуместно как-то не не на своей территории да вот вот как то так дальше что у вас вот это все сосредоточение ну вот подписчиков да или тех людей которые вам могут помочь она переходит в 10 дом в общем то неплохо но 10 дом он требует работы понимаете и сатурн до переходит в 10 дом до работой работой и работой но не факт что что-то получится да дальше вот мощь распыляется ну вот возможно это просто дорого жить в варшаве да и вот работать ради работы приходится вот примерно так да нептун в седьмом в седьмой уходит не в восьмой но до полегче тут работать можно через посредников да и творчество свое проявлять через посредников но опять таки с посредниками надо делиться либо это какое-то налогообложение либо это сложности вот кстати у нас сейчас мы много вот за перевод денег перри ну как бы теряем день раньше мы просто там с карточки на карточку да сейчас вот чтобы перевести ну вот я тоже у вас это раньше началось да у нас позже но тем не менее итог один для того же перевести какую-то более-менее конвертируемую валюту те же самые рубли да или какие у вас там зайчики да нужно очень сильно постараться и много процентов на это отвалить да и вот это вот как раз и есть вот эти посредники которые забирают часть прибыли себе ну ладно хорошо через посредников ну здесь получается вам приходится свое творчество нести через посредников больше да ну и что в итоге должна сказать вот самое главное для вас выставляйте себя везде ведите соцсети давайте людям пользу укрепляйте корни и будет вам счастье по транзитом что у нас сейчас происходит значит так давайте посмотрим квадрат от меркурия к узлу вот пожалуйста вот меркурий а вот ваш узел вот сейчас как раз у вас идет вот эта ситуация да когда вам пересматриваете свое предназначение но не переживайте вы действительно за ним ну во первых да действительно вы пересматриваете свое предназначение возможно то что я вам сейчас про ваши корни сказала это нужная информация потому что вы сейчас перед ней встали и вообще вот знаете я должна сказать что все кто мне написал я открываю письмо я не могу его перелистать вот вот все кого я открыла я сейчас разбираю потому что стоит не открыть письмо я понимаю что мне нужно это вот человеку что-то донести вот в данном случае я должна была вам донести что ваше предназначение в ваших корнях и и может быть ваше сомнение в том что надо ли мне дальше этим продолжать заниматься надо надо просто вам надо по-другому к этому подходить не через продажи а именно через свое имя понимаете дальше ну то есть чтобы рекламодатели да или там вот заказчики видели вас и не искали уже на фрилансе там еще где-то то есть влюблялись ваше творчество и давали и просили вас сделать заказ понимаете не просто чтобы вы были среди вот там миллионов других да а чтобы вот на вашу личность на вот для этого вам надо делать имя значит дальше пересмотр и трансформация предназначения у вас сейчас идет плутон находится на непту на непту не а так где у нас вот плутон как раз сел на нептун и это такой вот прям такая прям проверка вашего творчества сейчас идет вы вы сейчас очень серьезно ну вот и плутон он прям я знаю что плутон это очень мощно дает такие уроки что ты их на всю жизнь несешь с собой поэтому сейчас идет у вас как раз вот это и вот ситуация да вы у вас опускаются руки реально я понимаю и вы можете уже не верить в себя и прочее прочее но поверьте мне вот это это ваш талант не бойтесь себя не бойтесь вот это ваше дело так что продолжайте этим заниматься но просто вот смените локацию обратно вернитесь ну по крайней мере на какое-то время дальше а плутон восьмой дом вошел и здесь тоже но радует чтобы у вас восьмой дом маленький сейчас как раз вам желательно пережить этот период а там где вам не надо будет каждый месяц платить аренду и все такое то есть найдите самое такое вот место оптимальное для себя потому что сейчас вас будут прям плутон будет вас трясти по по взрослому да и вам надо верить в себя верить в свое творчество в то что у вас все получится и вы переживете зато потом плутон войдет в девятый дом вот тогда можно будет переехать понимаете так что ну вот сейчас будет немножко сложно сейчас что затягивайте пояс съедьте на родину оттуда на нарабатывайте аудиторию кстати вот возможно что сейчас как раз вам надо по восьмому дому нарабатывать аудиторию прокачивать вот эти планеты которые в восьмом доме нуждаются в трансформации и плутон как раз пришел для того чтобы это все вам прокачать хорошенечко поэтому не бойтесь этого да выставляете да будет хейт да будет все сложно но в итоге вы придете к девятому дому и вот здесь уже мировая известность здесь уже пойдет вот заказчики сами будут за вами бегать эти заказчики будут из-за границы и вообще из других культур и вы вот станете тем кем вы вот желаете всего чего хотите но это произойдет не так скоро не не буду говорить вам дату это все можно посмотреть с помощью этой программы z9 и вы это можете сами сделать просто через несколько лет все наладится но вот эти года вам надо пережить с минимальными расходами и с максимальной отдачей себя людям да и вот вот верьте в свою искорку верьте свою звезду потому что вот эта белая луна это вы наработали в прошлой жизни хорошую карму по творчеству возможно кстати вы можете работать с людьми вы можете заряжать людей чем-то хорошим да вот через свое творчество но если вы вот в этой теме то продолжайте ее вести если вы вы можете стать блогером просто вы знаете таким вдохновляющим людей здесь тоже вот не обязательно вам а именно вот веб-дизайнером будет вы можете все что угодно делать у вас эмоциональная вот это вот сила понимаете сила в ваших эмоциях вы можете вот просто полюбить весь мир и вот эту любовь принести своим подписчикам понимаете вот вот в чем фишка да и неважно через что вы это будете делать через ваш веб-дизайн или там картинки просто рисовать или мультипликацию какую-то делать вот все что угодно да ну вот все что вы чем вы будете заниматься это принесет вам пользу если вы ну вот сделаете так как я говорю дальше теперь следующий подписчик 4 боже мой я не знаю но это сложно вот прям я хотела знаете быстренько пощелкать да там человек 10 на 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 отвечать на вопросы но каждый вопрос он содержит в себе столько много нюансов что но невозможно односложно ответить на все ваши вопросы извините что я так затягиваю но вот так вот значит четвертый подписчик у нас что здесь так вопрос остро стоит задача смены работы и переезда в другой город мель мечусь между санкт-петербургом и калининградом хочу жить рядом с морем как я вас понимаю я тоже так стоит ли сейчас бросать все и переезжать ну давайте посмотрим давайте базовая комплектация у нас значит девочка для меня все вы девочки до родилась 12 сентября 87 года в воронеже что мы здесь видим опять вижу 11 дом я не знаю блогеры все собрались что ли потенциальные ну либо сейчас вот прям такая тенденция или я не знаю я такой энергетикой обладаю что открываю именно эти письма да мы видим что опять 11 дом опять заполнен значит 11 и 3 дома заполнены о чем это говорит это коммуникатор это просто шикарный коммуникатор вот третий дом это умение себя продать например это умение закон тачится хорошо это ну вот при общении один на один в отличие от предыдущего примера человек ну уверенно себя чувствует да что и получается легко находит единомышленников легко ну вот находит свою реализацию через других людей до друзей находит хорошо и вот это партнерство умение заинтересовать аудиторию полезных людей дальше меркурь но меркурий у нас в двенадцатом доме и к сожалению это очень сильно портит ситуацию помните ольгу бузовую я буду вот просто ей вам ее ставить в пример потому что вот этот меркурий в двенадцатом доме создает иллюзию такой дурочки да а мы прекрасно знаем что совсем она не дурочка да но все равно амплуа дурочки она несет вот она прям специально это использует да потому что нам всем может хочется чтобы она была глуп глупенькая да или там или она как-то воспринимается так ну вот вот так вот меркурий в двенадцатом доме то есть интеллект которым человек обладает хоть у нее 10 образований будет но этот интеллект не виден из двенадцатого дома планеты выходят с помощью того что под по этой теме человек должен отдавать себя людям вот безвозмездно вообще вот делай добро бросай в воду вот примерно так либо вот с помощью релокации и неудивительно что ей хочется но и она в общем-то и живет сейчас не в этом не в воронеже а где она живет так переехать так мечусь так ступая смотри да она сейчас в дмитрове живет я просто не всю переписку ну то есть она все таки переехала да мы сейчас посмотрим что она этим приобрела или потеряла но как бы переехать она ну то есть человек понимает что если в двенадцатом доме находится планета я просто по себе помню у меня марс был в двенадцатом доме и вот это моя робость я я интуитивно понимала что но нет я не понимала что я хочу избавиться от своей робости но я всегда мечтала просто это была моя голубая мечта жить в москве вот вот их убейте меня или или не знаю забросайте камнями но это была моя мечта детства и как только у меня появилась такая возможность я переехала и я просто наслаждалась этим городом ну лет наверное 20 вот 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 прям знаете даже в пробке стоишь и наслаждаешься ты понимаешь что твоя мечта осуществилась и вот вот ну а потом меня переклинило и я захотела жить в море и вот живу у моря да значит дальше и то есть меркурий двенадцатом доме интеллект не виден и это еще и оппозиция с узлом узел у нас находится опять в шестом доме надо работать и опять мы видим что он вовне то есть надо становиться лидером много работать а так значит а хозяин у нас нептун нептун находится в третьем доме через коммуникации через общение один на один много работать становиться лидером вот это предназначение но смотрите вот как бы человек готов может идти в сторону своего предназначения да но но в оппозиции стоит вот это вот меркурий который никто не видит то есть ее возможно воспринимают не совсем адекватно до человек умный человек может быть вот семи пядей во лбу но вот вот видите может ей кажется что она недостаточно умная она продолжает постоянно продолжает у дину то есть вот эта оппозиция это когда планеты друг с другом просто вот вражда такая не или ты или я останетесь дальше узел вовне и шестой дом эта структура работа до плутон в первом доме да это опять таки это мощная энергия у человека хоть он и не на куспиде но в первом доме это мощнейшая энергия лидерская энергия причем это даже круче чем все таки как бы овен да овен ему покровительствует но это смотрите асцендент у нас в весах а вот она очень много колеблется вот с одной стороны колеблется а с другой стороны в первом доме плутон да вот ее личность она производит впечатление человека очень колеблющегося очень мягкого очень податливого потому что это весы да то есть если она войдет в помещение да она будет как бы ничем не выделяться она будет такая вот скромная женщина в кубе в квадрате в абсолюте да но вот этот плутон если включится то куда денется вся ее вот эта мягкость белость пушистость до белизна да она она как глаза загорятся и она этими глазами свернет горы то есть здесь вот знаете такое я бы не рекомендовала поддаваться на вот эту маску которую вы увидите при общении с этим человеком она вот обладает мощнейшей энергетикой причем это очень хорошо аспектирован этот самый плутон значит получается энергия у нее есть в лидерстве да вот то есть ее предназначение получается вот это лидерство в себе показывать да и структурировать может быть как-то вот застолбить что называется да вот вот это вот лидерство так дальше так лилит в десятом вот лилит в десятом опять амбициозная дамочка амбиции у нас хорошие но это же ловушка лилит в десятом это ловушка это на самом деле надо осознавать знаете у меня тоже я тоже обладатель лилит в десятом и какое-то время назад во мне очень сильно бушевали именно страсти прославиться вот это вот вот это было моим вот главным критерием да только сейчас я уже осознаю что это лилит в десятом до меня вот так вот с одной стороны он сделал много хорошего этот самый лилит в десятом да он меня заставил двигаться вперед но с другой стороны сейчас я понимаю что это гордыня да по большому счету это гордыня и вот в данном случае я очень рекомендую в плане вот этого этой темы прославиться нужно именно вот нести какую-то тему да нести что-то важное нужное а что нужное вы можете дать это значит у нас и по какой профессии у нас это в раке то есть вам нужно быть душевной вам нужно вот как раз помогать людям вот вот это но вопрос не в этом ладно идем дальше продвигайте себя играючи то есть не надо вот это вот именно я крутая да да вот вот это вот пренебрежительное отношение вот вот этого не надо надо понимать что лилит в десятом это да амбиции это да хочется себя оставить в истории так далее но вот не заигрывайтесь просто вот знаете относиться как к игре да вот вот новый уровень прошел о классно дальше пошла да вот примерно так и не бойтесь терять терять потому что лилит это нехватка энергии до нехватка но когда этой энергии хочется вам очень хочется продвигаться но у вас этого не хватает по прошлой жизни вы исчерпали вот этот ресурс да и вот здесь вот чисто на энтузиазме да но здесь вам интеллект поможет ваша трудоспособность поможет ваши лидерские качества помогут вот главное не заигрываться да не ставить все на карту вот понимать что да даже если неудача знать все в порядке дальше давайте посмотрим сейчас она живет в дмитрове дмитров что у нас но хорошо в этот в дмитрове ее воспринимают лучше вот в плане интеллекта пропала вот это оппозиция ну то есть получается дмитров все-таки получше во всех смыслах до меркурий вышел из 12 дома хотя он правда на куспиде 12 дома еще хрен редкий редьки не слаще но тем не менее все таки он хотя бы стал виден да о нем хотя бы стали говорить да как это воспринимают как дурочку ну хотя бы говорят да какая фаина раневская помните давно что-то сплетен не было что-то стали забывать да вот здесь та же история да то есть сплетни наверняка есть дальше смотрите что у нас меняется 11 дом тоже заполнен 3 3 а нет подождите а лилит перешел в девятый дом и здесь вот как раз манят другие страны вот оно желание поехать туда где море да вот вот появилась вот это если раньше вообще по базовой комплектации хотелось сделать прекрасную карьеру то сейчас находясь дмитрове хочется поехать к морю в другие страны изучить другие культуры вот то есть приоритеты поменялись да но опять-таки лилит это соблазн и лилит это то где не хватает энергии поэтому вот прям так вестись на это на это желание лилит здесь конечно же я не рекомендую а но значит узел попадает в 2 дом творчества то есть не работать а заниматься творчеством уже не не структурировать а творческие какие-то задачи решать да и вот как-то более как сказать более интересно что называется потому что шестой дом это рутинная работа 5 дом это творчество это дети это то что вот мы можем оставить после себя вот вот именно такие вещи дальше сатурн уран переходят во второй дом и это говорит о том что сатурн это умение структурировать свои ресурсы переходит вот то есть не просто общения да а именно вот в ресурсы человек уже понимает что но общение общением да как бы это понятно все но вот уже общение приносит какие-то ресурсы и это уже хорошо и оригинальность тоже приносят какие-то ресурсы ресурсы это деньги это время это энергия то То есть уже человек начинает как-то более приземленно, да, и в то же время появляются возможности у человека больше. Дальше, теперь давайте посмотрим в Питере, что у нас. В Питере у нас та же история, как и с Воронежем. То есть если человек переедет в Питер, то не буду сейчас повторять, что у нас по Воронежу. И Калининград, давайте посмотрим. Калининград, все вот эти планеты у нас переходят вместо 11 в 12, то есть можно сказать, что вы станете затворницей, потому что ваше эго, ваша Венера, ваш Марс, ваша активность, ваши желания и ваше эго становятся невидимыми для окружающих. И здесь вот либо отдавать себя просто бесплатно, но вас все равно не видят, понимаете. Вот вы должны так много отдать, чтобы вас заметили. Дальше Меркурий, ну Меркурий хотя бы на асцендент выходит. И здесь все видят, что вы оказывается умный человек, оказывается у вас все в порядке. Но опять смотрите, Меркурий у нас в оппозиции с узлом, узел у нас в шестой, но почти на куспит седьмого переходит. Здесь вопрос партнерства, то есть работа с партнерами скорее, вот так вот если объединить эти дома, да, вот ваше предназначение в этом. И стать лидером в работе с партнерами, вас видят умной, но может быть чересчур умной. Здесь как раз сплетни пойдут уже про то, что вы уж слишком умная, да. Да, поэтому, ну тут как бы смотрите сами, насколько вам это интересно. Так, Венера, Солнце, Марс, 12-й. Вы просто понимаете, вот это все, возможно, что вы не захотите ничего достигать. Хотя Лилит будет продолжать хотеть сделать карьеру, сделать имя и так далее. Но воли, к сожалению, не будет. Желание, воли и амбиции, ну вот все это, ну как бы, да, морской воздух приятно. Так, дальше, желание есть, но воли нет. Вот так вот я бы охарактеризовала Калининград. И по транзитам, что у вас сейчас происходит. Так, уран в тригоне с Солнцем. Так, где у нас уран? Уран, так, 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 уран, вот он уран в тригоне с Солнышком сейчас. Сейчас как раз у вас неожиданные события, которые работают на ваше продвижение, на ваше эго. То есть вот сейчас как раз могут быть какие-то вещи, которые приведут вас именно вот в блогерскую, скорее всего, деятельность. Потому что все-таки изначально у вас солнышко в одиннадцатом доме, да. А одиннадцатый дом я все-таки в большей степени как олицетворяюсь, вернее, как иллюстрирую с блогерской деятельностью и подписчиками. Дальше. Уран в восьмом сейчас идет в доме. Могут быть трансформации, причем очень неожиданные. Уран был на Луне недавно, и он периодически, ну вот, он ее елозит, он любую планету елозит, он вот получается по вашим эмоциям сейчас происходят какие-то неожиданные трансформации. Это, значит, когда у вас было? Май, июль 22-го, октябрь, ноябрь 22-го, март, апрель 23-го. Дальше. Квадрат Плутон-Юпитер. Так, Плутон, Плутон, вот он Плутон, и вот от него квадрат идет. Вот это вот у нас, как раз сейчас у вас опять, как и в предыдущих случаях, вы видите, да, Плутон в квадрате с Юпитером. Сейчас вы пересматриваете, туда ли вы идете, то ли место занимаете в социуме, и Плутон очень активно, причем он в плохом настроении, к сожалению, и сейчас он вас вот таким образом проверяет. Плутон по четвертому дому идет, и причем он был на Куспиде четвертого дома, когда вот прям конкретно четвертый дом это наш род, это наши, вот откуда мы вышли, да, получается он нас проверяет на приверженность, может быть, к родине, да, вот эти вещи. Значит, январь-август 20, потом ноябрь 20, январь 22, и следующее касание август-декабрь 21, вот в эти периоды Плутон елозил Куспид четвертого дома, а сейчас он по четвертому дому идет. Вот испытания, связанные с родиной сейчас идут, и ну вот как ни крути, в связи с этим, и вот это вот вопросы о месте в социуме и так далее. Дальше, Нептун у нас находится в пятом доме, и уже давно находится в пятом доме, то есть вопросы творчества сейчас для вас очень актуальны, потому что Нептун, он как раз про творчество, про ваш глубокий внутренний мир, который сейчас выходит наружу, и дальше он переходит, вот уже почти подходит к шестому дому, а в шестом доме у нас предназначение. То есть вот Нептун как раз идет, ну опять-таки шестой дом это дом работы, а здесь вот в творчестве, да. Так, дальше, Нептун скоро в шестой дом войдет, конкретно апрель-октябрь 23, он уже был на Куспиде 6, то есть вы могли это почувствовать, эту энергию, что у вас происходило в это время. Потом февраль-март 24, он опять на Куспиде встанет, и октябрь 24, и январь 25, то есть вот какие-то события будут связаны с тем, что вот по работе, по работе над собой в первую очередь, по структурированию, получается, что Нептун вас проверять будет. Нептун сядет на узел в мае 25, и вот тогда вы конкретно задумаетесь о том, что вот для чего вы пришли в этот мир, понимаете, вот прям конкретно вы это осознаете. Поэтому смотрите, наблюдайте за всем этим, если вот хотите, посмотрите, какие аспекты были в какие периоды, да, для того, чтобы понять, чего ожидать. Вот анализом мы находим вот эту нить, да, вот то, что нам хотят донести эти трансурановые планеты, когда встают в аспект. Да, это касается всех, кто будет смотреть. Дальше, Плутон в оппозиции с Лилит начнет в марте 24, так, Плутон, а, вот, в оппозицию с Лилит встанет. И вот здесь вот как раз такой очень важный момент с марта 24, обычно 5 касаний делают вот эти трансурановые планеты, то есть 5 периодов, я не стала их вот прям обозначать, вот это довольно сложный момент, потому что, ну вот у меня, когда Плутон просто встал на Лилит, у меня жизнь поделилась на до и после, событие было просто ужасное. Но, смотрите, ваша задача сейчас пересмотреть вообще, в принципе, влияние Лилит в вашей жизни, да, и, ну, как бы, ну, как понять и поблагодарить, во-первых, за всё, что у вас есть, да, и понять вот эти все влияния Лилит, где они, вот, вас толкают на какие-то плохие дела, вот это всё пересмотреть и, ну, вот, отпустить ситуацию. Возможно, там были какие-то обиды, вы затаили зло или там ещё что-то. Ну, вот Плутон вам надо очень конкретно проработать, потому что, ну, опять-таки, каким образом проработать? Надо понимать вот эти свои тайные желания, да, понимать, чего вы на самом деле хотите, и вот это, может быть, карьерные какие-то вопросы. Вот, потому что Лилит у нас находится как раз именно в 10-м доме и во Льве. И Лев – это, как, это такой фанфарон, да, который должен себя вот показать обязательно. Вот получается, что амбиции свои, может быть, где-то вы показали, да, в ущерб чему-то. За это может попросить прощения, может, кто-то обижен на вас остался, или вы на кого-то обиделись, что вас там не продвинули куда-то. Ну, вот эти вот вещи, Полилит, надо проработать. И плюс 10-й дом – это в карьере что-то могло быть, да, вот где-то, может, кого-то подвинули, может, ещё что-то, ну, то есть вот эта вот карьера, личный бренд, причём бренд известный, если, ну, имидж – это 5-й дом, а вот 10-й дом – это когда ты с помощью имени, например, там, продаёшь и вообще себя позиционируешь как-то. Ну, вот эти вот, может, где-то, как сказать, за счёт того, что вам хотелось прославиться, да, вот вы что-то сделали, за что вам стыдно, вот это про себя проговорить, продумать, и, ну, вот в оппозиции Плутон встанет, и тогда, ну, я думаю, что в тот момент как раз вы уже прям конкретно поймёте, что вы сделали не так, потому что вот в этом смысле Плутон, он учитель ещё тот, извините. Значит, что? Задача какая? Нужно наработать опыт, который прокормит вас. Почему? Потому что, ну, как бы, предназначение у нас в шестом доме, да, нужно структурировать, и вот прям нужно работать, работать и, как сказать, структурировать то, что у вас есть, и это должно вам приносить какие-то блага, потому что, ну, вот когда Плутон будет по Лилит идти, вот в этот период могут быть сложные времена, да, и вот вы должны обладать каким-то навыком, чтобы всегда быть на плаву, вот так вот, поэтому вот ваша задача. Да, а что касается переезда, я вам показала, что вас ожидает, в каком месте, да, ну, вот, как бы, мне кажется, самое оптимальное – это Санкт-Петербург, вот на сегодняшний момент, но вы можете вот с помощью программы, да, посмотреть еще другие места, вполне возможно, что есть места и получше, просто вы сейчас вот дали мне такие варианты, да, ну, и опять-таки другие варианты я рассматривать не могу в силу того, что уже опять почти час, да, ну, вот вам надо самой позаниматься, либо на консультации я могу, ну, вот на консультации, если у меня такие вопросы возникают, я спрашиваю там вариантов пять, предположим, да, или может больше, но я уже там смотрю, где получше, да, и вот эти варианты рассматриваю и объясняю, как человеку будет в том или в другом случае, да, то есть я человеку прям разжевываю, что человеку ожидать, но здесь, как вы понимаете, ну, такой возможности нет, поэтому, ну, вот, максимально подробно, что я могла ответить, я ответила, да, вот на этом я буду закругляться, потому что это просто, хотела быстренько пробежаться, а вы видите, что из этого вышло, целых два часа, но если вам интересно разобраться, то вот присоединяйтесь к этому курсу, да, я уверена, что вы сами сможете в этом разобраться, но если вы не хотите в этом ковыряться, то я могу вас пригласить на консультацию, до Нового Года, вот, человека 3-4 приму, но после Нового Года всех обязательно, ну, вот, все, как обслужу, или как это сказать, ну, обязательно разберёмся, если есть какие-то вопросы, да, я ваши вот эти все неоткрытые письма я оставляю у себя на почте, если появится такая возможность, я ещё дальше буду разбираться, но, простите, вот-вот-вот так вот, вот с каждым человеком вы видите, как подробно приходится разбираться, и, ну, как бы на самотёк это всё пускать не хочется, хочется, чтобы все поняли, да, ну, вот так вот дотошно я доковыриваюсь. Надеюсь, что вам это понравилось, пишите свои мнения, комментарии, астрологи тоже отзывайтесь, пишите, что ещё вы можете дополнительно сказать по этим примерам, потому что, ну, вот, людям, я думаю, которых мы разбирали, будет интересно ещё почитать, поэтому, вот, пожалуйста, и кого мы разбирали, откликнитесь в комментариях, напишите своё мнение, насколько вам это понравилось, не понравилось, вот-вот так вот, да, я с вами прощаюсь, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, люблю вас всех очень сильно, просто безумно люблю, да, так что знайте об этом, и как бы вы меня не хейтили, или любили, или уважали, или что угодно вы можете делать в отношении меня, но я вас всё равно очень люблю, ну, некоторых, правда, в чёрный список отправляю, но это уж совсем, совсем крайний случай, я люблю критику, конструктивную, если есть что сказать, пожалуйста, пишите, конструктивно я даже вообще, я даже спасибо скажу, поэтому вот так вот, да, всё, в общем, прощаюсь с вами, ещё раз поздравляю вас с наступающими праздниками, и желаю, чтобы всё-таки в 24-м году мы все проснулись под мирным небом, вот это вот самое главное желание, мне кажется, у всех у нас, да, вот так вот, пока-пока.